Рейд начали с центра Адлера. Первый адрес улица Молокова. Хозяин этой квартиры за горячую воду и тепло должен почти 80 тысяч. Плюс другие коммунальные услуги около 20. Но вот застать дома его не удалось. Хозяева! То же самое на соседней улице Революции. Здесь долг еще больше – 240 тысяч. Но стук в дверь снова остается без ответа. Всем должникам клеивайте наклейки. Кто не платит долг, пересочите плейное. Такие наклейки появляются после визита приставов. Это послание и самим должникам, и их соседям. Здесь живет злостный неплательщик. Все, что у нас есть в городе, так как ремонт дорог, освещение, благоустройство и прочие моменты, все это складывается из налогов граждан. Когда существуют задолженности, так или иначе страдают обычные граждане, которые все платят вовремя. Еще в дверях неплательщиков оставляют извещение. Срочно явиться в отдел судебных приставов. В противном случае – штраф. И не только. Также непосредственно, если человек не исполняет решение, мы людей ограничим в выезде. Арестовываем машине. Также мы стоим с инспектором ДПС. Ну и для дальнейшей его реализации. А если должник все-таки открыл дверь, как это случилось на улице Ульянова, судебные приставы приступают к описи имущества. Теперь у должника есть 10 дней для того, чтобы оплатить счета. В противном случае ценные вещи заберут в счет погашения долга. Но хозяйка этой квартиры не просто не платит за воду и тепло. В ходе последней проверки Сочи Теплоэнерго ей отключили горячую воду. Но пломбу хозяйка сорвала и продолжила пользоваться услугой. Будет рассчитано по нормативу за весь период с момента отключения первого. И это с нашей стороны такая санкция. И направлена информация для привлечения к административной ответственности. Этот неплательщик у нас системный. Уже несколько лет подряд, более трех лет, это как с ним активно ведем борьбу. Но ввиду того, что он не проживает, а жилье свое сдает в найм и периодически меняются здесь квартиранты, в связи с этим затруднена с ним работа. Количество таких межведомственных рейдов с участием администрации города, сотрудников Сочи Теплоэнерго и судебных приставов будет увеличено. Теперь в гости к должникам они будут наведываться дважды в неделю. Ведь количество неплательщиков растет только в Адлерском районе города, а в их отношении уже заведено порядка 450 производств на сумму более 30 миллионов рублей.